Ну что ж, дорогие друзья, всех рад приветствовать на канале Фейген Лайв. Сегодня воскресенье, 31 декабря. Время 21 час 2 минуты в Киеве и 22 часа 2 минуты в Москве. До Нового года остается около двух часов. Мы проводим последний в этом году стрим на нашем канале. Я решил его провести сам в связи с необходимым обращением в адрес своих зрителей. И это связано с предстоящими событиями политического свойства в 2024 году. Прежде чем я перейду, собственно, к содержанию своего обращения, я хотел бы еще раз попросить всех тех, кто сейчас еще не начал непосредственно праздновать Новый год, наступающий 2024, ссылки на этот эфир разместить в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Так, чтобы люди успели этот короткий эфир посмотреть. И, в общем и целом, шагнуть уже в будущий 2024 год, буквально через пару часов, с сознанием того, что я им расскажу. Ставьте тоже лайки. Вы знаете, при всей надоедливости это важный инструмент продвижения материала. Ничего здесь другого не придумано. Подписывайтесь на канал Feigenlef. Сейчас это уже особенно актуально. Мы попытаемся сделать этот канал инструментом непосредственной политики. Посмотрим, удастся нам это или нет. Ну что же, теперь перейдем, собственно, к содержанию моего к вам обращения. Я в течение всего этого, да и прошлого года, будем считать, с начала войны, предпринимал большие усилия для того, чтобы найти инструмент объединения разрозненных сил политической эмиграции, для того, чтобы они смогли выработать единую программу действий по силам, по силам, то, что я мог сделать. И, в общем-то, я бы сказал, что со многими участниками политического процесса я так или иначе нахожусь в хороших, комплементарных, ну или достаточно уважительных отношениях. Я должен констатировать, что ничего так и не удалось. Более того, я считаю тактику, которую избрала русская оппозиция, а она фронтально, что называется, представлена в основном либеральными и центристскими силами, частично правоцентристскими, к каким я себя отношу, ей не удалось практически выполнить ни одной задачи. Не объединиться, не выдвинуть единого лидера, не создать какой-то объединяющий орган, типа правительства в изгнании, или хотя бы координирующий орган, который бы напоминал в каком-то смысле Координационный совет оппозиции, который мы хорошо помним, созданный в 2012 году. При всем неудачности этого опыта, но необходимость, особенно теперь, в условиях 21 века, как мне представляется, является незаменимой. Коллегиальные решения – это та альтернатива, которая существенно отличала бы русскую оппозицию от власти, где решение, как известно, принимается дискретно, одним лицом, и по иерархической системе спускается вниз. Вот и сейчас, собственно, главное практически событие, каким является война, не заставило людей найти более подходящую тактику для того, чтобы решить ряд стоящих перед русским обществом задач. Война не изменила в этой тактике ничего. Второй пример тому – президентские выборы, на которых, как вы знаете, в основном была избрана легалистская тактика, при которой русская оппозиция пытается вовлечься в процедуры, которыми оперирует власть. Процедуры тупиковые заранее, потому что выборами это не является. Более того, декоративность их, она не требует каких-то специальных доказательств. Мы на протяжении трех десятилетий наблюдаем, в общем, ничтожность этих институтов. И шанс для оппозиции, как минимум для уважения к ней, вовлечения в ее работу более широкого круга людей, в самой России, да и за пределами, был, если бы все-таки был бы предложен некий альтернативный план. Он касается войны, а это означает, что русские должны были создать собственные подразделения, собственные отряды военные, которые могли бы участвовать в войне и иметь шанс изменить ситуацию в стране. Либо, если мы говорим о гражданских процедурах, к каким относятся выборы, то необходимо было наладить работу для организации проведения своих выборов. В противном случае придется играть по правилам власти, а власть любит такое. Власть много раз уже использовала русскую оппозицию, зачастую даже без ее желания, в том, чтобы себя самопрезентовать и легализовать в общественном поле и на Западе и так далее. Среди других наблюдателей, международных разного рода и так далее. Это, в общем, тупиковая тактика. Она, во-первых, обескровливает оппозицию с точки зрения возможностей влиять на процесс, потому что она никак не влияет. Кандидаты, которых она поддерживает или даже выдвигает, не проходят никакого фильтра. Это не предполагается. Декоративные процедуры не предполагают участие независимых кандидатов, как это было в 2018 году с Алексеем Навальным. Как это в этот раз было в попытке более слабой, чем Алексей Навальный, с одной из кандидатов. Это тоже не привело к никакому результату. Я принял решение взять на себя роль такого арбитра. Я никуда не баллотируюсь, не собираюсь быть никаким президентом, ни кем-то еще. Но, понимая, что другого выхода нет, мы проведем выборы президента 17 марта. У нас есть механизм блокчейна, по которому люди, регистрирующиеся по документу основному, имеющего чип, то есть код, такие так называемые биометрии, смогут принять участие, независимо от места проживания, граждане Российской Федерации в выборах президента Российской Федерации. Этот механизм предложен нашими партнерами, международной организацией, айти-организацией, которая поможет нам провести эти выборы. Мы сформируем соответствующие органы с законодательством Российской Федерации, которое регулирует выборы президента Российской Федерации. Мы привлечем независимых лиц, политических лиц, которые осуществят эту работу по проведению выборов, принятию политических решений, регистрации кандидатов. И одновременно с тем организуют всю текущую работу в интернете для того, чтобы кандидаты нашли возможным зарегистрироваться и принять участие в выборах. 17 марта, будем считать, что это проект либо один, либо в два тура, я этого не знаю, пройдут эти выборы, пройдет это голосование в интернете одномоментно. И после этого мы выдадим документ лицу, которая победит на этих выборах, мы не знаем, какое количество людей зарегистрируется в качестве избирателей, о том, что он победил на этих выборах. Все остальные политические вопросы, признание президентом и так далее, будут решаться в дальнейшем. Я не вижу другого пути, кроме как занять именно эту тактику и попробовать ее реализовать. Мы не знаем, что будет на выходе. Поможет ли это нам для того, чтобы делегитимировать идущие в самой Российской Федерации выборы? Поможет ли это тому, что Запад не признает выборы 17 марта в России легитимными и не признает Путина законным президентом Российской Федерации? Я пока не могу этого предсказать. Но то, что мы попробуем реализовать эту технологию, о которой я давно уже говорю, давно со всеми обсуждаю, и ни для кого не секрет, что я предлагал ее уже не раз очень многим лидерам российской оппозиции. Я думаю, это даст нам путь, как действовать в дальнейшем. Мы больше не можем безучастно следить за тем, что делает власть, не предпринимая никаких реальных усилий для того, чтобы создать ей альтернативу. Я ставлю на двоевластие в России, я ставлю на то, что источников и центров силы будет больше, чем один. Это инструмент, безусловно. Финальная его цель – это низложение, низвержение власти в самой России. До этого еще очень далеко. Но если не попытаться не предпринять именно этих усилий, то шансов не будет никаких. Все предложения, которые звучат со стороны российской оппозиции о контроле за выборов, попытке проведения флешмобов, информационного какого-то освещения выборов в свободном режиме в таком ключе, чтобы воздействовать на перепрошитую по сто раз уже вату на обывателей в России, которые от страха или от желания угодить власти, сами поддаются на все эти провокационные со стороны власти воздействия. Они следуют за тем, что им указывает власть. Они могут ходить на выборы, могут не ходить, ходить на выборы, не ходить на выборы, но они принимают тот результат, который им объявляют. Вот мы должны подорвать эту монопольную повестку. Это единственный способ. Слава Богу, что у нас есть технология, у нас есть люди, которые реализуют это на практике. Хочу специально подчеркнуть, что паспорт с биометрией российской, по которому вы будете регистрироваться на сайте, в приложениях, он не считывает ваших данных. Он хранит их в вашем телефоне. Даже в том числе, если вы будете регистрироваться через VPN, никуда ваши данные не уйдут. Вы один раз можете зарегистрироваться в качестве избирателя и получаете право голосования только один раз. Один человек. Мы проведем специальные эфиры с людьми, которые отвечают за технику процесса, и они объяснят все подробно. Мы выложим ролики, которые будут пошагово объяснять, как регистрироваться в этой системе, как в дальнейшем голосовать. Ну и все другие вопросы, связанные с тем, как технологически более безукоризненно провести эти выборы, мы тоже будем освещать. Я разделяю эти вопросы на сугубо технологический. Он непростой, но мы его решаем. Я беру это на себя. И вопрос политический. И он второй, тоже очень важный. Я призываю тех кандидатов, которых не допускают на так называемые выборы президента Российской Федерации 17 марта зарегистрироваться в нашей избирательной комиссии, которую мы скоро создадим и объявим, а ее в численном и персональном составе, зарегистрироваться у нас. Даже те кандидаты, которых не допустили после проведения собраний до сбора по общей, тоже имеют такую возможность. Сделать это явочным порядком, зарегистрироваться и участвовать в этом интернет-голосовании. Специальном голосовании. Его нельзя назвать просто интернет-голосованием. Это все-таки масштабная масштабная электоральная операция. Я бы ее так назвал. Она не предполагает обычного нажимания на клавишу. От вас понадобится некоторая механика действий. Еще одним важным политическим вопросом, он политический вопрос, является вопрос безопасности. Как я уже сказал, люди, которые зарегистрируются в системе по паспорту граждан РФ, не передают свои личные, персональные данные, равно как и иные данные, в орган, который собирает собственно через технические возможности вот этих избирателей. Возможность дальнейшего голосования. А никто не сможет узнать о том, кто зарегистрировался и кто проголосовал, если только ваш телефон не окажется в руках правоохранительных органов. И то, даже в этом случае, совершенно невозможно понять, голосовали вы или нет, что вы делали, заходили на сайт или нет, мы берем это на себя. Мы обеспечиваем вашу безопасность. Я бы считал удачным, если бы сотни тысяч людей зарегистрировались в качестве избирателей и проголосовали на этих выборах. Еще раз хочу подчеркнуть, для нас важны все актуальные вопросы, как технические, так и политические. Но если нам удастся в этой комбинации реализовать хотя бы часть наших замыслов, то значит, мы увидим результат. Совершенно необязательно, что этим результатом станет выбор просто механически отдельного, альтернативного президента Российской Федерации. Человека, который победит на этих выборах. Но, возможно, будет какой-то и побочный результат или результаты, которые нам позволят, опираясь на это волеизъявление, добиться иных политических целей. Еще раз хочу подвернуть, я другого способа и более эффективного способа не вижу. Я не считаю, что вовлечение в процедуры, которые осуществляются нынешним Кремлем, а непосредственно оперативное сопровождение осуществляет Лубянка, что эти процедуры имеют хоть какое-то значение. Это бессмысленные процедуры. Люди, которые в них вовлекаются, будут с горечью 18-го, буквально марта или еще вечером 18-го, наблюдать за тем, как вся их энергия, все их усилия просто превратятся в пыль, услышав результат, который им объявит власть. Я предлагаю альтернативный способ, я предлагаю иное средство, которое может быть и не даст вам удовлетворения в полном объеме, но вызовет некие политические последствия, которые наверняка будут отличаться от того, что вы увидите, участвуя непосредственно в процедурах, которые организовывает для вас власть. Для меня очень важно, чтобы как можно больше людей из Российской Федерации, за пределами Российской Федерации, граждан Российской Федерации в этой процедуре участие принято. Нам важно, чтобы политические силы, которые будут какое-то время отстранены на дистанции, с ревизионного расстояния, наблюдать за всем, что происходит, рано или поздно вовлеклись в процесс раскручивания этой истории. Для нас важно, чтобы и каналы, и политики с именами, и люди авторитетные, и люди уважаемые, согласились с тем, что это стоит попробовать. Я надеюсь, что этот отклик будет, и мои слова, и мой призыв будет услышан, так же, как, надеюсь, он будет услышан и широким, широким кругом людей, которые сегодня находятся в тупике, там, в России, чувствуя свою ненужность, чувствуя страх, чувствуя обездольность, сиротство определенных бросить, это поможет, в том числе и этой коммуникации, это поможет нашему взаимному, 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 коммуникативному отношению. Безусловно. Мы эту связь укрепим этими выборами. Посмотрим, что из этого получится. Ничто не предрешено. Но мы попробуем. Я попробую. Нас смотрит 21 тысяча человек за эти 16 минут, что я перед вами выступил. Последнее, что я уже сегодня скажу, ждите в ближайшие дни выступления специалистов. Мы опубликуем все ссылки на ресурсы, на которых вам надо будет регистрироваться. 17 января начнется регистрация избирателей. Вам нужно для этого иметь смартфоны, вам нужно иметь компьютеры, вам нужно иметь паспорт с биометрией. Русский человек, россияне, должны иметь паспорт с биометрией. Приготовьтесь к этому. Быть может, у вас нет паспорта с биометрией, займитесь этим. У вас будет возможность до фактически определенного срока марта этот паспорт с биометрией получить. Чем больше людей зарегистрируется, а сегодня в России таких 35 миллионов, тем выше вероятность обладающих паспортами с биометрией. Вероятность и презентативность этой выборки, этого голосования. Что сказать? Поздравляю всех с Новым годом! Надеюсь, что в 24-м году у нас удастся больше, нежели в предыдущие два года, пока идет война. Надеюсь, что и у вас все будет благополучно. Мы обязательно за этот уходящий 23-й год отомстим всем, кто нам сделал больно и плохо. Я обещаю ровно всем тем, кто сделал мне плохо, отомстить, жестоко отомстить. Все знают, какой я человек. Ну, а для тех, кто в этом году меня еще отправил в розыск по уголовному делу 207.3, я тоже отомщу. В том числе и тем, что я сказал. Всем пока, дорогие друзья! С Новым годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова С Новым годом!